ПОЛКОВОЙ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ В студии. Отец Александр. Человек, который также помогает нашим калужским воинам. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вижу, что вы сегодня к нам пришли с непустыми руками. Что это? Совершенно верно. Вы правильно обратили свое внимание. Я не мог не принести те вещи, которые наши дорогие женщины, которые работают при храме Тихвинской иконы Божьей Матери Жукови, своими руками в свободное время стараются изготовить, и не просто изготовить, а вложить туда частичку своего добра, своего сердца, согреть тем самым наших дорогих воинов. И вот как вы уже обратили внимание, мы изготавливаем пятиточник, набор шапка, снуд, буквально последние недели мы начали их шить. Также теплые комплекты, термобелья и еще флисовая кофта отдельно. И тоже вот мы так вот разработали, посовещавшись с воинами, такие вот складные носилки цельного кроя. Это как бы можно сказать, мы сами разработали, посовещавшись, проконсультировавшись с вояками. И вот сделали вот такие вот носилки. Это как бы наше любимое изделие. Ну и еще вот последние две недели не смог ни озвучить, ни сказать. Наши женщины тоже подсмотрели в просторах интернета возможность изготавливать сублимированные продукты. Здесь, к сожалению, я не привез супы и борщи, гороховый суп есть, здесь только у вас молочная каша. То есть это еда домашняя, которой, как вы понимаете, не хватает нашим солдатам, когда они находятся в окопах, в блиндажах. То есть это продукты, как кладешь две ложечки, примерно порция такая, в тарелку, завариваешь кипятком. Чернекое время еда приобретает тот вид, который мы обычно дома кушаем. Я сам, когда какую-то партию мы делаем, стараюсь пробовать и оценивать. На самом деле очень даже вкусно. И уже мы отправили нашим калужанам, ребяткам, которые там служат, они уже сейчас пробуют и ждем от них обратную связь, оценку. Я думаю, что будет все замечательно. Ну и последние дни мы уже еще дальше стараемся размышлять о том, чем мы еще можем понять. Конечно, и свечи у нас там ребята льют, потому что наше волонтерское движение, к удивлению, набирает такие обороты, что все больше и больше людей приходит к нам. Мы свое как бы начало берем с того момента, когда я впервые увидел, как давал интервью Сергей Скрипкин, житель города Калуги. И он организовал тоже такое волонтерское движение «Ресторанчик для наших». И мы уже с инициативной группой прихожан, тех, кто может, кто хочет, в принципе, таких много людей на каждом приходе, решили вот как раз посвятить все свое свободное время и свои возможности, чтобы принести пользу. Потому что мы тыл, а без тыла никакая война не обходится. Я обратил внимание, что там не только, как сказать, содержимое, форма, пятиточечники, но еще и письма, да, открытки и такие маленькие приятности. Шоколад. А что, это письма прихожан? На самом деле, да, когда мы комплектуем вот такие наборы, мы еще стараемся поделиться не просто вкусностями, да, как вы сказали, шоколадка. Стараемся вложить письмо, как правило, эти письма пишут школьники, когда я хожу в школу преподавать. Мы уже с учителями договорились, они стараются подготовить от детей какие-то письма, рисунки. И вот всю эту информацию мы как бы оформляем, вкладываем в каждый набор, чтобы нашим солдатам было тепло и приятно. Многие солдаты даже записывали видеообращение, как бы посылая нам, что им очень приятно и радостно слышать, читать такие приятные слова, которые написаны простыми детьми. Также вкладываем разные вот крема, вот мы в Диве его покупаем, очень хороший крема от ожогов, другие как бы вещи, которые нам заказывают, потому что мы постоянно находимся в контакте с другими волонтерами, с калужскими, с московскими. Мы как бы в одной упряжке и завязаны между собой, помогаем, чем можем. И вот такая вот постоянная работа, к примеру, скажу, да, я вот обращал внимание, что женщины приходят после работы. У нас нету там постоянных работников, мы все работаем совершенно на бесплатной основе, чисто от себя дарим свое тепло им. После работы, грубо говоря, с 6 до 10, вот вчера до 12 мы паковали, потому что очередную партию гуманитарной помощи мы готовим к отправке. То есть вот такая вот приятная работа совершается нами, я думаю, что многие слышали уже, потому что волонтерские движения повсеместно начинают действовать. И при многих храмах, при многих организациях, у нас Жуков, ни одна организация, которая занимается волонтерством. Ну, конечно, нам хочется все вместе быть и пережить этот сложный период СВО и помочь максимально, чем мы можем. И с Божьей помощью, конечно, наши дорогие труженицы и даже труженики, потому что сейчас у нас появляются мужчины, мы уже организуем плетение защитных сетей. И еще есть в планах, вот наша главная швея Татьяна, она сейчас разрабатывает разгрузочные жилеты, сумки под боекомплект. То есть мы уже так серьезно, глобально это все обсуждаем, потому что есть в этом потребность. И многие наши ребята, вот сейчас мы активно контактируем с калужскими бойцами из 1-го, 2-го батальона. И уже вот сейчас есть люди, которые напрямую туда могут возить именно в эти наши батальоны. Ну, все наши батальоны, это безусловно, но мы знаем, что там ребята-калужане. И вот мы уже как бы начинаем посылки формировать туда, мы уже знаем конкретно, сколько нам, например, надо флисовых костюмов, да, сколько кофт, там, носилки, ну, что мы можем дать. То есть мы полностью стараемся ребят обеспечить. Даже были такие случаи, житель города Жукова, он приехал в отпуск, у них как бы танк был на ремонте, неподалеку, в одном областном центре. Он приехал, а родители его как бы живут в протве, говорят, они знали уже о нас, пришли, а вы не можете нашим мальчикам помочь. Ну, мы как бы расспросили, в разговоре с ним поняли, что у них как бы, ну, после танк был подбит, они как бы все живы-здоровы, слава богу. У них там ничего толком нет, как бы мы подумали, посовещались и узнали, там их 8 человек, оказывается, 2 или 3 экипажа, которые нуждались именно в такой помощи. Мы собрали полностью там шапки, снут, там теплое белье, что могли продукты дали. То есть очень приятно, когда люди обращаются. То есть обращений много, да, вот недавно приходил военный, нам говорит, надо помогать. Ну, там большие просто объемы и сжатые сроки, мы сказали, мы не можем физически, потому что женщины, которые вот несут такой подвиг, они приходят после работы. Да, конечно, кто-то и днем приходит, кто по сменам работает, но все же как бы мы стараемся максимально трудиться, что в наших силах. Так что с Божьей помощью, я думаю, что те начинания, которые на сегодняшний день мы уже совершаем, они окажут большую помощь, согреют наших бойцов. Ну и дальше тоже будем работать, что-то новое придумаешь в наших силах. Так что с Божьей помощью будем помогать. Батюшка, спасибо, работа колоссальная, на самом деле вопросов не остается, для чего, почему и куда. Вы знаете, я другую часть хотела затронуть, что есть прихожане, внутри прихода, да, у кого-то там братья, мужья. Вот внутри помощь, да, то, что отправляется туда, каким-то сомнениям не подлежит. Внутри, знаете, тоже нужно найти стержень, не поддаться унынию, отчаянию. С такими ситуациями вы сталкиваетесь внутри прихода? На самом деле, даже по своему приходу я могу сказать, у нас есть две прихожанки, у которых сыновья находятся в зоне СВО. И, конечно, я пристально обращаю на это внимание, на этих людей, и стараюсь следить, потому что переживания, они видны, люди переживают, унывают. И всячески, не просто доброе слово, а поддержка, рассуждение, просто поговоришь с человеком, и человеку становится легче. Даже бывает, что видишь, человек совершенно угасает, угасаешь, чуть ли не за шкирку его берешь, так-так, моя дорогая, пойдем-ка мы вместе помолимся, молитвенно попереживаем у Бога помощи, попросим. И видишь, уже человек оживает, и уже как бы легче становится. Вот таким образом разные случаи случаются. Мы все люди разные. Один держится молодцом, другой человек унывает и сильно переживает. Так что будем стараться друг другу помогать, поддерживать. И в этом случае точно победа будет за нами. Благодарим вас. Спасибо, Господи. Мы продолжаем наше путешествие по районам. Я напомню, что это марафон в поддержку армии. Специальный проект телеканала «Ника» и фонда «Мы вместе». И сейчас мы снова отправимся к молодым ребятам, которые также стараются помочь нашим бойцам. Все мы связаны, независимо от пола, возраста, работаем уже или еще только учимся. Сердце хочет помогать. И здесь, в колледже сервиса и дизайна, педагоги и студенты объединились вместе, чтобы шить одежду бойцам спецопераций. Как это все происходит, увидим вместе. Здесь, в этой мастерской, студентки, как пчелки, целыми днями отшивают одежду для бойцов спецопераций. На данный момент это термобелье. О том, насколько сложно пока еще непрофессиональной швее изготавливать эти изделия, нам расскажет студентка Алина. Расскажи, пожалуйста, сложно ли это вообще изделие и трудно ли тебе оно дается? Само по себе, ну, не сложно. Я не могу сказать, что сложно. Дается тоже не очень сложно, потому что мы все делаем одну работу. Какую-то именно из нескольких работ. Каждый делает свою задачу. Я, к примеру, утюжу. Вот. Кто-то обметывает, кто-то делает строчки. Так работа идет намного быстрее. Как много времени вы здесь проводите? Я так понимаю, сессия уже закончилась. И сейчас, наверное, побольше немножечко времени. Часа два-полтора в день. Они мне ничего не мешают. Вот. Я, в принципе, могу задержаться в колледже на такое время и помочь нашим что-то сделать. Почему для тебя это вообще важно? Почему ты не уходишь домой, не занимаешься своими делами, а задерживаешься, остаешься и знаешь, что вот твоя помощь, да, нужна здесь? Почему это так? Наверное, потому что наши там воюют. Если есть возможность как-то им помочь, и она меня не затрудняет, я могу помочь. Тогда, да, я помогу. Это никак не отнимает у меня время. И мне нравится. Если я могу принести пользу, это в моих силах, тогда, конечно же, я это сделаю. Почему важно это сейчас делать? Вот не оставаться в стороне, а вот любыми способами, даже вот какими-то маленькими такими вкладами внести вот в это все дело общее? Мы же не знаем, что происходит там. Мы только что-то слышим, но на самом деле мы ничего не видим. Мне кажется, нашим военнослужащим будет очень приятно, если они будут знать, что их тут ждут, их тут помнят, для них тут делают. Вот как, к примеру, мы шьем штаны, балаклавы, все для того, чтобы им там было тепло. Расскажи еще чуть о своем опыте. Ты уже не первый раз помогаешь фронту, до этого шила балаклавы, сейчас это штаны. Что для тебя лично это несет? То есть просто знание того, что ты можешь помочь фронту, да? Или это еще и новый опыт, новые навыки? Да, это новый опыт, это более, ты, можно сказать, прокачиваешься. И даже на душе тепло от того, что помогаешь. Опыт у меня, ну я не могу сказать, что большой, но от начала до конца. Если нужна будет моя помощь, я всегда смогу прийти на помощь и помочь, подшить. Вот. В принципе-то у меня получается хорошо. На балаклавах я обметывала строчки. Вот, на штанах я утюжу именно. Но, мне кажется, каждая из нас, которая делает свою работу, вкладывает в них не только силу, что-то большее. Мы понимаем, что это не учебная практика, не дисциплина какая-то. Сюда приходят студенты по зову сердца. И вы тот человек, который их обучаете, да, отшивать то или иное изделие. Расскажите о том, как это происходит, что это за элементы одежды. Ну, я не только я, у меня еще коллеги есть. Юлия Николаевна, Елена Викторовна, слава богу, хорошо. Вот. Значит, мы уже отшивали вещи и балаклавы, уже сказано, и куртки, и толстовки, брюки, и балаклавы. И начинаем мы с того, что нам привозят крой, вот лежит, и нам привозят образец. То есть мы посмотрели образец, это очень хорошо. То есть мы видим, что, какое это изделие, вот, и, то есть, и обработку. Иногда даже применяем что-то, что нам удобней по обработке, тоже применяем. Значит, и дается вот такой крой нам детали. Задняя половинка, передняя половинка, значит, карман, резинка, фурнитура и шнурок обязательно. Вот. Значит, это брюки для того, чтобы наши воины, было им тепло. Все-таки время года еще не очень теплое. Карманы обработали. Затем мы складываем переднюю половинку и заднюю половинку лицевыми сторонами вовнутрь. Девчонки скалывают, мы ничего не сметываем, потому что уже умеем. И у нас Настя и там Лена стачивают на машине шов. Затем Маша обметывает швы на обметочной машине. И затем уже обметочные швы идут на утюженное рабочее место. Стачивают шаговой шов. И уже вот здесь, девочки, дальше намечаем после обработки среднего шва, средний шов, главное, уравнять срезы. И мы намечаем линию, которая у нас будет подгибаться под резиночку. Много разных операций, но благодаря тому, что все они связаны, да, и получается такое готовое изделие. Да, потому что если бы мы студентками с одной одни брюки делали, с другой, у нас по времени гораздо больше времени нам нужно было, когда мы делаем пооперационно. Но они у нас меняются, потому что вот до этого брюки были, то есть мы уже прошивали их одни ребята потом. Но еще мне нравится, что они иногда просятся, дайте я попробую карманы-то сделать. Я еще карманы здесь не делала. То есть они с воодушевлением. И еще, конечно, здесь накладывается практика. То, что все-таки мы всегда говорим мастера, лишняя строчка никогда не помешает. И то есть мы делаем, делаем и делаем строчки. То есть, как вы говорите, с воодушевлением взялись за эту работу, да, и никто никого не заставляет. Они просто сами приходят, пробуют, да, и понимают, для чего они это делают, так? Да, да, да. И мало того, вот мы швейное наше отделение, значит, у нас есть парикмахерское искусство. И тоже девочки интересовались, и говорят, когда у вас будет работа, мы обязательно придем. Но вот сейчас мы уже дошиваем брюки, но в следующей партии, если будет, тоже будем их звать. Ну, там два-три человека, говорят, ну, попробовать. Мы шить не умеем. Я говорю, ну, у нас есть утюженные работы, есть ручные работы. Но самое главное, что они, говорят, мы хотим свою частичку вложить вот в это, чтобы о нас тоже, как бы, вот чувствовали наш дух, там, ребята наши, наши отцы, братья и сыны. А вот как-то поощряете или, может быть, помогаете потом в учебе тем, кто сам изъявил желание, пришел, обучился чему-то новому? Или это вот просто такая внедисциплинная деятельность? Ну, знаете, все-таки внедисциплины, но помочь... Помочь, вы знаете, кто, они приходят, вот кто с нами, то есть если они, они могут, им не надо помогать в каком-то... Они не требуют ничего взамен потом, чтобы помогать? В принципе, нет, да. Ну, и опять же, ну, если вот, ну, это и без этого, ребят, вот мы, говорю, кураторы и мастера работаем, сколько, если кому-то из ребят нужна помощь там личная, вот им, тогда мы всегда идем навстречу. Поэтому у нас вот эти взаимопонимания, мне кажется, они всегда наложены не только, налажены не только, вот, зависят от этого. Ну, кто-то, допустим, тоже, допустим, кто-то и не, ну, у нас же много студентов, даже вот у меня в группе их 18 человек, но они не все 18 приходят, их 12 только приходят, поэтому кто желает, тот идет. Вот я всегда говорю, кто со мной, а не со мной. Вот сейчас закончится зима, да, скоро, ну, еще какое-то время будет холодно, что еще готовы шить, чему готовы еще научить студентов? Это вопрос трудный, почему? Потому что нам, что нам дают, и мы, мы всему рады. Будет, даже и будут толстовки на молнии, все равно будем. Мы говорили уже о пятиточечниках, мы все-таки сейчас вот, наверное, на траве можно будет, мы все-таки их ждем. Вот, то есть что-либо дадут, потому что у нас консилиум, мы собираемся, вот, из преподавателей, то есть кто вот, мы работаем, мы все решим, как это сделать, как это жить. Тем более, значит, у нас, мы всегда и соберемся, как вот это лучше, как это быстрее. Я сейчас откладываю свой клубок, потому что Мария будет учить меня выполнять одну из задач. Расскажи, пожалуйста, что здесь вы выполняете. Ну, в данном случае это машинка, оверлок или обмёточная, типикал, на ней производится обмётка шаговых или боковых срезов. В данном случае, так как у нас сейчас идёт отшивка термоштанов из флиса, обычно на них прошиваются боковые или шаговые срезы. В данном случае мы кладём часть, деталь крови изделия под машинку и производим обмётку изделия. За считанные минуты можно полностью обметать одну сторону любого изделия. В зависимости от того, как надо, можно поворачивать в нужную сторону деталь, и там, где идёт, допустим, подгибка угла или края. По сути, вот буквально за меньше, чем за минуту получается одна сторона штанины. Это получается, что нужно каждую сторону только обметать? Так, в данном случае вы так, подвигайтесь, как вам удобно. Ваша задача, только правую ногу ставить на большую педаль. Если надо придерживать рукой снизу одной, она сейчас закреплена, можете нажимать большую педаль правой ногой. Левую педаль не трогайте. Ну сейчас вот так, да? Да, она всё встала. Всё встала, да? Да, всё. Теперь левую я отпускаю, и правую чуть-чуть левую. Левую не отпускайте, лапка прижалась, и всё. Вы сейчас только правой ногой жмёте на педаль. Кань, она, по сути, уже закреплена, вы можете не двигать, она уйдёт сама вперёд. Всё, начинаем. С непривычки можете сначала медленнее делать, потом уже она скорость будет увеличить. Всё правильно? Да, можете этой рукой даже меньше подбирать, потому что она уйдёт. Контролируйте меня, что вдруг, что. У вас, по сути, просто сейчас край детали будет идти по одной стороне, в сторону, по направляющей лапки. Так, поэтому всё. Нормально? Да, нормально, не будет идти. Это всё равно боковой слез, они всегда идут. Можно больше, можно ссутить, можно расширить, поэтому это не критично. На таких машинках лучше не справляться быстро. Всё, да? Ещё чуть-чуть. Всё. Так. Можете сюда, ага, всё. Расскажите, с чего всё началось? Кто подал эту идею со студентами отшивать одежду для бойцов? Начали мы заниматься этим делом в октябре прошлого года, в октябре 2022 года, когда все учебные заведения активно начали искать возможности какой-то взаимопомощи, да, и поддержки наших мобилизованных бойцов. Так как наш колледж сервиса дизайна имеет швейное направление, то мы особо не придумывали то, чем мы можем заниматься, да, и взяли на себя возможность пошива для наших бойцов. Это тёплых вещей. Начинали мы с балаклав. Ну и по большей части мы шьём балаклавы, потому что крой этих изделий, он более лёгок, и отшивать студентам тоже их легче, и объёмы данных работ, они как бы больше. Сейчас вот после Нового года, ну вернее до Нового года мы пробовали штаны флисовые, ну термобельё можно сказать, да, то есть флисовые рубашки, флисовые штаны брали, пробовали крой. Но изделия более крупные, масштабные, да, и ребятам, конечно, и по времени трудозатратнее, да, то есть и по сложности, да, не так легко они обрабатываются. Вот, поэтому мы перешли к балаклавам, но сейчас вот после Нового года вот более 40 единиц изделий, это термобельё флисовые штаны, да, мы взяли также готовый крой, и ребят потихонечку, вот в течение уже вот второй недели, да, отшивают данные изделия. Сложнее, по времени больше, но ребят справляются и не отказываются от этих изделий. Взаимодействовать мы начали и до Нового года, это с калужской группой «Калуга шьём для наших», именно там координатор – это Алексей Жуков, то есть они с группой неравнодушных калужан, я так понимаю, предпринимателей города, у которых есть такая возможность, они закупают изделия, то есть, допустим, тот же флис, да, сами краят на базе своих каких-то подразделений, и мы уже получаем у них готовый крой. То есть забираем, отшиваем и возвращаем, забирая следующую партию. До Нового года мы также взаимодействовали с Народным фронтом, они нам поставляли готовый, вернее, даже не готовый, да, то есть материал более 20 погонных метров лиса, и мы уже сами делали раскрой, и порядка 90 изделий у нас получилось, да, то есть мы сами раскраивали, сами отшивали и уже тоже передавали дальше. Ну, а вообще все это координирует нас, да, это, конечно, региональный штаб, мы вместе, то есть, ну, под их, скажем так, направлением мы всеми этими вещами занимаемся. Как много балаклав вы успели пошить до Нового года? Это была основная деятельность, да, вот сейчас термобелье. Сколько балаклав отправили на фронт? Если брать вот в общем, да, то есть это чуть более 400 изделий, то есть 400 единиц балаклав и вот порядка 40 брюк. То есть наши студенты отшили за вот, получается, ну, чуть больше 4-5 месяцев. В истории колледжа вот такая деятельность вообще впервые, когда в неурочное время студенты объединяются и шьют для каких-то целей вот таких? В нашей практике это вообще впервые, да, те события, которые происходят в последний год. И поэтому могу сказать, что, наверное, это, ну, впервые такая помощь, которая объединила студентов, и занимаются они это во внеурочное время, в промежутках между занятиями, то есть занимают это в среднем по полтора-два часа в день, не больше, потому что есть практика, есть учебные занятия, есть домашние задания, которые они выполняют. Ну и как вы считаете, вот эта вся деятельность, она насколько объединяет и студентов, и преподавателей, да, и как это для них отражается, вся эта деятельность благотворительная, будем так говорить? Любой труд, он объединяет людей, да, в данном случае, когда есть какая-то единая цель, причем цель, она достаточно благородная, то есть это не за какие-то там финансовую помощь, да, то есть благодарность, либо там не за дополнительные оценки, которые студенты могут поставить, да, то есть это изначально говорилось о том, что мы помогаем, все желающие могут к нам присоединиться, да, поэтому, естественно, это неравнодушные ребята, которым не все равно на то, что происходит там. Вот так связаны общие идеи, общими задачами студенты колледжа и педагоги делают все возможное, чтобы нашим бойцам на фронте было хоть немного комфортнее и теплее. А я передаю слово коллегам. Мы продолжаем марафон в поддержку калужских солдат. Прямо сейчас на вашем экране вы видите QR-код. Чтобы воспользоваться им, вам необходимо перейти в мобильное приложение вашего банка, включить режим камеры и навести его на QR-код. Напомню, что все вырученные средства направятся в фонд поддержки бойцов из нашего региона «Мы вместе». Название штаба «Мы вместе» говорит само за себя. Да, мы в эфире сегодня рассказываем про отдельных людей, но каждый из них вносит свой, где-то небольшой, где-то существенный вклад для помощи нашим ребятам. Таким образом, с каждого по чуть-чуть, и это уже не маленькая помощь, а достаточно внушительная. Все мы связаны одной целью. Мы команда, мы одна семья под названием Калужская область. Мы своих не бросаем. Именно для этого был учрежден штаб «Мы вместе», чтобы объединить таких людей, и мы объединились. О том, как калужане активно помогают фронту, расскажет наш следующий гость. В нашей студии Владислав Валерьевич Шапша, губернатор Калужской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Владислав Валерьевич, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то оценить объем той помощи, которую поставляет Калужская область для наших бойцов? Ну, я бы сказал, эту помощь трудно переоценить. Действительно, есть определенные цифры, они известны, это не секрет. Это более 330 миллионов рублей. Это, если брать по весу, более полутора тысяч тонн различных грузов. Но ведь самое главное не в этом, самое главное в том, насколько важно поддержать тех ребят, которые сегодня там на передовой. И делаем мы это все вместе, всем миром, всей Калужской областью. Кто копеечкой, кто рублем. Предприниматели, люди, общественные деятели. Просто жители, которые хотят, хотят помочь и таким образом поддержать наших ребят и внести свой вклад в победу. Владислав Владимирович, за месяцы проведения специальной военной операции уже пришло понимание, что в первую очередь нужно отправлять, в каком количестве, как это распределяется, что самое важное. То есть эта работа поставлена уже таким образом, что не стоит сомневаться в том, что все дойдет в свое время, адресно, в свои сроки. Ну, уж теперь точно сомневаться не стоит. У нас есть серьезный опыт доставки до наших передовых позиций, в наши батальоны, тех грузов, которые мы здесь собираем. Есть вещи, которые нужны всегда. Это все, что связано с медициной, с лекарствами, с перевязкой. Есть вещи, которые нужны в зависимости от времени или от ситуации. Ну, например, в начале зимы, конечно, очень сильно была востребована теплая одежда. Есть вопросы, связанные с обеспечением печками, свечами, окопными, какими-то генераторами. На самом деле спектр очень широк. Мы говорим только о бытовых вещах, но есть и специальное оборудование. Вы знаете, что у нас в Калужской области производятся прекрасные дальнобойные винтовки Лобаева. И мы поставляем их тоже тем ребятам, которые умеют работать с таким оборудованием. Противодронные ружья. И покупаем, и научились уже наши умельцы и ученые делать их самостоятельно. Кстати, не хуже, а даже иногда лучше по параметрам, чем те, которые можно купить в открытом доступе. Мы каждую неделю отправляем фуры с грузом на передовую. Поэтому опыт уже достаточно хороший наработан. Вместе с волонтерами, вместе с командирами мы идем к тому, чтобы обеспечить наших бойцов всем необходимым. С работой идет диалоги. Да, и, наверное, здесь и кроется ответ на следующий вопрос. А как, собственно, удается узнать, что необходимо нашим воинам? Ну, вы знаете, когда только начинаешь эту работу, всегда начинается все с хаоса. Так было и у нас, это не секрет. Потому что впервые, когда только наши ребята мобилизованные после учебки поехали, все было впервые и вновь. И всеми возможными каналами устанавливалась связь через родных, через близких, через знакомых. И в этом хаосе информации было сложно разобраться, что действительно нужно, что нужно в первую очередь и каким образом это доставить. Сейчас, конечно, эта работа уже отлажена. Мы точно поняли, как коммуницировать. Как коммуницировать? Прежде всего, с командирами батальонов, которые определяют уже эти потребности. И мы, исходя из первоочередности и тех логистических возможностей, которые у нас есть, мы выбираем, что, куда и как поставить. Поэтому, конечно, в первую очередь командиры, еще раз повторюсь, это наши волонтеры, которые уже протоптали дорожки туда и знают, как доставлять, как общаться, как устанавливать связь, как передавать, сохранять, все это доводить до наших бойцов. Жены, конечно, которые уже объединились в такие неформальные, формальные союзы и помогают нам и собирать, и укомплектовывать, и доставлять то, что нужно. Тогда, собственно, вы ответили на вопрос, как это распределяется между подразделениями, где понимание, в какое это подразделение сначала, потому что кто-то отправляет к лыжанам, Людинова подключается очень активно, в Ратынске, всей Лютикове, весь наш регион пытается и адресно помочь, и в целом. И все это контролируется, я так понимаю, что понимание того, как... Конечно, у нас есть штаб, мы вместе, и он работает, он работает достаточно эффективно. Но надо понимать, что есть же еще и личные посылки. Когда кто-то хочет своему мужу, брату, сыну что-то передать, личное, конечно, мы стараемся сделать так, чтобы именно этот боец и получил ту домашнюю посылку, которую собрали родные и близкие. А те вещи, которые мы собираем всем миром, мы уже подставляем батальоны, а там они, в зависимости от необходимости, распределяются на месте. Еще такой вопрос очень важный. Мы всегда говорим о фронте, о том, как помочь солдатам. Да, это и письмо в кармашке, это конкретная адресная помощь, это и снаряжение оружия. Здесь остались семьи, здесь остались те люди, которым тоже очень важно понимать, понимать, что связь есть, им тоже нужно помогать. Я так понимаю, что эта работа также налажена. Это очень важная работа. Мы же прекрасно понимаем, что здесь, оставаясь, семьи ждут своих близких. И ждать ведь это не менее сложно, чем воевать. Конечно, вот та работа, которая сегодня организована и на уровне муниципалитетов, и на уровне региона, о поддержке семей наших военных, добровольцев, мобилизованных, о поддержке детей, о помощи тем, кто вернулся, и тем, кто нуждается в реабилитации, те, кто живут сегодня с нами. Это большая работа, и нельзя сказать, что она всегда сделана на 100%. Это работа каждый день. Это неравнодушие, это уважение, это доброта, в конце концов, и умение поддержать своих близких. Это то, что должен делать каждый сегодня живущий в Калужской области. Действительно, потому что случаются ситуации, иногда там информация не так понята, не так передана, и бывает, что люди смотрят ролик, и семья рассказывает о том, что все получено, и выплаты, и так далее, а у них ситуация иная. И тогда получается отклик, и тогда где-то, знаете, затаится может и обида. Вот эти истории, чтобы они не были брошенными, то здесь так же ведется? Такое тоже бывает. Это жизнь, это не секрет, да, и в жизни бывает всякое. Есть место и для несправедливости, есть место и для забывчивости, и для каких-то сбоев. И когда такие факты выявляются, очень важно не отмахиваться, с одной стороны, от них, да, и говорить, да быть такого не может. Все решено, все было решено, и все получили. Как такое может случиться? Может случиться, может случиться таких моментов. Это действительно случается, это правда. Да, таких моментов в жизни любого человека бывает масса. А здесь просто особенно они остро воспринимаются, потому что много информации сейчас о том, как это делается, что в основном все сделано, да. Мы каждый случай рассматриваем индивидуально, каждый случай. Даже если порой он выражен очень эмоционально, не очень корректно бывает, так бывает, но они имеют на это право. Они люди, люди, которых этому не учили. Никто не был готов. Да, которые жили совершенно мирной, спокойной жизнью. И, конечно, делать на это поправку и с уважением всегда, и с открытой душой к этому относиться. Сейчас самое главное не фокусироваться на чем-то плохом, на тех историях, которые нас, наоборот, разъединяют. Сейчас самое время объединиться. Я думаю, что мы вместе сможем помочь нашим ребятам, которые сейчас там, на линии фронта. Спасибо вам большое. Благодарим вас. Спасибо. Я думаю, это главное, что мы делаем. Это то, что мы вместе. И таким образом, так мы победим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.